ПАЛАТКА ПИНГВИН На молнии Комплектация и палатка Смотрим ПАЛАТКА скрючена в такую тубу Мы видим В комплекте идет Набор ДУГ Дуги здесь пиперглассовые, стекловолоконные дуги, вот такие вот серенькие, толстые 10-миллиметровые дуги. Также набор стальных колышек для растяжки палатки в случае шторма, также установки ее в горах. На ветреных площадках, мы видим вот такие вот колышки, г-образно загнутые, застрянные. Палатка двухслойная, то есть вот мы видим такой вот внешний тент, нейлоновый тент с покрытием и внутренний тент. Пол у палатки сделан из настойкого нейлона, мы видим, и непосредственно сам материал внутреннего тента, тоненький нейлон. Сейчас давайте установим эту палатку и посмотрим, как она выглядит в сборном виде. Итак, мы видим установленный внутренний тент палатки, спальное место. Палатка устанавливается классическим способом, две дуги перекрещаются между собой. Ну, видим вот дуги. Палатка крепится к дугу с помощью вот таких вот пластиковых крючочков по всему периметру. Посредине, чтобы дуги не разъезжались, сделана вот такая вот петелька на резинке с пуговкой. Крепление дуг к самым углам палатки с помощью вот таких вот леверсов. Мы видим, что здесь двойная прошивка, двойная ткань стоит для того, чтобы в случае сильного натяжения у вас не было расхождения ткани. Палатка имеет один вход, как мы видим. Выполнена она из материала, что даст возможность вам использовать ее даже в холодное время. То есть она будет хорошо сохранять тепло. Такая вот неволистичная палатка. Сверху мы видим в палатке есть вставка квадратная из москитной сеточки для вентиляции. Палатка классическая, двухспальная, метр пятьдесят шириной, два двадцать длиной. Вход в палатку осуществляется вот через такой вот большой проем. То есть сюда без проблем любой пролезет. Открывается на вот таких вот молниях по всему периметру. То есть можно полностью расстегнуть весь вход и убрать вот этот вот вход. Также самый вход продублирован москитной сеточкой. То есть мы его можем либо полностью закрыть, либо изнутри на вот таких вот дополнительных молниях. Молнии есть дополнительные маленькие. Вот мы можем их расстегнуть и иметь доступ к москитной сеточке. Против москитной сеточки, то есть противокомарийной сеточки в летний период. То есть расстегиваем снутри палатки вот этот вход, оставляя сеточку. Открываем вход палатки и ветерок задувает внутри палатки. Очень удобно и практично. Внутри палатки мы видим в голове либо в ногах, то есть справа и слева. С двух сторон есть вот такие вот карманчики один и второй для мелочей. А также на потолке есть сетчатый вот такой вот, такая сетчатая полочка для разных мелочей. Что очень удобно. Также есть вот такое вот колечко для подвеса осветительных приборов. То есть вы можете снять легко вот эту полочку. Она подвешивается вот на такие крючочки. И подцепить сюда какой-либо фонарик. Больше ничего внутри нету. То есть палатка минималистичная. А сейчас давайте посмотрим, как она выглядит полностью в сборе. Так, внешний тент установлен. Мы видим палатку в сборе. Мы ее не растягивали на штормовые растяжечки. Но можно было бы это сделать. Ветер сейчас довольно сильный. Итак, палатка имеет один вход. Тент крепится к внутреннему тенту по углам палатки на вот такие вот фастексы мощные. Также есть растяжечки под колышки. Со всех сторон тента, четырех сторон, есть вот такие вот штормовые растяжки. На уголочках они вшиты к шву внешнего тента. И вы можете спокойно их растянуть. Растяжки с регулятором длины. Терорическим. Вам не надо никаких узелков вязать лишних на веревочке. А спокойно можете отрегулировать длину. Также для хорошего растяжения тента по бокам есть такие вот петельки, которые мы можем так же само установить на колышки. За счет того, что у палатки один вход, вентиляция создается с помощью трех хороших таких вот окошек. Довольно большого размера. Они находятся с трех сторон. То есть задняя стенка палатки и боковые стеночки. Вот под верху палатки мы видим вот такие вот окошки для вентиляции. С дублированной москитной сеточкой внутри. В основу окошка вставлена такая металлическая проволока для того, чтобы конструкция не падала. Даже если мы уберем стоечку, мы видим, что в принципе окошко не закрывается. Для того, чтобы она хорошо открылась, мы можем подпереть вот такой вот стоечкой. Для того, чтобы закрыть окошко, мы эту стоечку убираем вовнутрь и на липучке закрываем наше вот окошко. Вот так вот. Окошки, как я говорил, есть с трех сторон. Задняя стенка, которая без входа. И по бокам два окошка. Так же самое и растяжечки. Вход в палатку выполнен большим вместительным тамбуром на двух молниях. Молнии вправо и слева от хода. Тамбур растягивается на вот такие вот колочки, которые идут в комплекте с помощью растяжек. Молнии закрыты вот таким клапанком на липучках для того, чтобы туда не попадала вода. Давайте откроем, посмотрим. Мы можем открыть тамбур либо на одну сторону, либо полностью расстегнуть его и повесить. То есть скрутить его таким трубочкой и зацепить вот за такие вот петельки наверху палатки. Открываем. Видим в середине довольно вместительный вот такой вот тамбур. То есть в этом тамбуре спокойно разместится два рюкзака и ваши вещи, которые не лягут в середину палатки. Так же самое можно и готовить в этом тамбуре. Если на улице сильный дождь идет, непогода, можно поставить газовую горелочку и спокойно готовить тамбур. То есть размер тамбура позволяет это сделать. Вот такая вот она палатка от компании «Пингвин Бора-2». Так же само существует и трехместная палатка. Данная палатка двухместная, о чем говорит цифра возле названия. Ширина палатки метр пятьдесят длиной два двадцать спального отделения. Вот так вот, друзья, вот такая вот палатка. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео-обзоры. Ну и всего самого лучшего. Счастливо!